Гиперопека Сегодня мы поговорим об очень сложной и неуютной теме гиперопека Этот вопрос касается в той или иной степени каждого и любого человека с инвалидностью Ну и наверное даже многих людей без инвалидности Но инвалидность в целом и инвалидность по зрению в частности Это такой большой и жирный, надежный канат, который непременно провоцирует эту самую гиперопеку Почему так происходит? И с чьей стороны возникает эта тенденция гиперопекать? Во-первых, давайте представим семью, в которой живет незрячий ребенок И ни одна мать в здравом уме и твердой памяти никогда в жизни не захочет, а некоторые даже не позволят Своему любимому ребенку испытывать дискомфорт Биться головой о полуоткрытые двери Резаться ножом Обжигаться Ну и всякие разные другие неудобства потерпевать Потому что, ну как же так, все-таки любимое чадо Опять же, очень важный вопрос возникает в следующем Что скажут люди? И наше общество с вами, к сожалению, эту самую гиперопеку всячески провоцирует Почему так происходит? Вот пример вам приведу небольшой Мой друг, он сам незрячий, поехал в командировку по работе в одну из республик северо-кавказских наших И сидел он там с девушкой в ресторане, мирно ужинали после трудного дня И подошли к ним ребята, такие, ну мужчины уже, да И начали рассказывать, что им стыдно, вот буквально стыдно за родителей Этих самых, вот моего друга и девушки, с которыми он, значит, ужинал Потому что те оставили их без присмотра Да как же так получилось? Как же вот они отпустили вас от них? Да что же это за такое? Позор на их седины Если вы сироты, вы дайте знать Мы дадим вам денег Может быть вам жить негде Тогда мы поможем И в общем, больших усилий моему другу стоило, во-первых, зернать А вам полег как-то объяснить Ну, поблагодарить людей за заботу И как-то так немножко от них отделаться, что называется Но, тем не менее, этот вопрос, что скажут люди Он очень, очень болезнен Теперь, что касается стороны самого человека с инвалидностью Для него это тоже огромный соблазн Да, почему? Потому что мы все, что бы мы там о себе не думали Очень любим покой и комфорт Мы не любим слышать каких-то неприятных слов в наш адрес Мы не умеем, ну так вот, по-хорошему Эффективно преодолевать какой-то вот наш дискомфорт Нам очень нравится находиться в зоне комфорта Есть то, что нам приготовили и подали на блечечке С голубой каемочкой Для того, чтобы делать что-то другое Чтобы самому готовить Чтобы как-то самому начинать определять Надо очень, очень сильно напрягаться Да, и, в общем, конечно, человек простой Человек обыкновенный К этому не особенно склонит Ну, вы скажете Собственно, а в чем проблема-то? Ну, живет себе человек, его опекают Он, понимаешь, его снидует Да? Ну, давайте вот задумаемся над тем К чему это все приводит А приводит это все к очень печальным последствиям Человек с инвалидностью, слепой Никогда не сможет самореализоваться Вот в профессии Как вы себе представляете Человек приходит Даже пусть вот Он закончил специальную школу Приходит в высшее учебное заведение И пытается там учиться Он с кем может Сможет приходить с папой А на лекции тоже с мамой и с папой Он сможет нормальный контакт наладить С своими одногруппниками Хоть какой-нибудь Нет Дальше он пойдет работать Он трудоустраиваться будет тоже с мамой и с папой Тоже с бабушкой и с дедушкой Это означает, что он толком не трудоустроится А есть, например, такие ситуации Когда Вот если мы говорим о личной жизни, да, какой-то То у меня прям реально перед глазами стоят примеры Моих вот ребят В школе я учился вместе с ними Они ходили на свидания, да Их провожала туда мама Потом мама передавала с рук на руки Своего ребенка Вот, соответственно, девушке Слабровидящей, да, или зрячей И наблюдала с умилением Написанным во всю шире ее Заботливого лица, да Затем, как ее сын Берет за руку, значит, эту девушку Потом, значит, они обнимаются Уходят В общем, это очень трагическая ситуация А вот если мы вернемся К родителям, да Которые ведут себя несколько иначе Не гиперопекают А наоборот толкают и стимулируют своих детей На какие-то вот Труды на подвиги, что называется Очень важно, чтобы нас Окружающие люди стимулировали Делать самостоятельно то, что мы можем Чтобы мы не жили в соответствии С представлениями других людей О наших способностях Потому что, конечно, ваши представления О том, что я могу и не могу Могут очень сильно отличаться от практики Так же, как мое представление о вашей внешности Давайте подведем некоторую черту Этой сложной темы Вообще она дает очень немного пространства Для всякого оптимизма и чувства юмора Но одну историю я вам все-таки расскажу в заключении Приятеля у меня есть И было, я надеюсь, и останется Бежит он на работу А ехать ему надо было, как многим из нас Используя московский метрополитен И вот он вбегает в вестибюль И по своей струстью, по своей привычке уже выработавшейся Он там отлично знает этот уход Маршрут подбегает к турникету И начинает прикладывать карточку к турникету Чтобы пройти в метро, спуститься И тут он слышит свист Оказывается, свистела та бабуля Которая стояла на страже загородки Это ответственная работа Надо относиться к ней, конечно, с уважением Эта бабуля прямо вот рыбкой за ним ныряет И буквально его вытаскивает из-под ножа Этого турникета И у них случается диалог Такого плана Ты куда идешь? Ну, как куда? Ну, на работу Почему один? Ну, потому что я всегда как бы хожу один Нет, сейчас ты спустишься на платформу Подойдешь к краю Упадешь Тебя переедет поезд А мне потом за тебя отвечать Я не хочу сидеть в креме Один не пойдешь Она, естественно, начинает дергать сразу окружающих людей Чтобы они его, значит, проводили как-то Люди все торопятся на работу И не до чего Долго они припирались И когда уже у парня, моего приятеля Начало, как бы, лопаться терпение И уже было понятно, что бабуля при всем желании Не удержит здорового 30-летнего кабана Вот Она сказала Ладно, стой здесь Сейчас я позову полицию Они тебя опустят и посадят Давайте вместе лечиться от гиперопеки Чао Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok